доброе утро уважаемые друзья участники урока вторая вайкра всем доброе добрейшее утро и сейчас мы начинаем урок правда тему еще я не знаю вот сейчас мы должны выбрать в тему потому что у меня есть три варианта что начать учить дальше после каэлита и вот сейчас мы с вами как раз и выберем вместе что что учить что мы будем сейчас изучать так все и так значит какие у нас есть варианты всем доброе утро всем доброе утро мы закончили уже изучать каэлит мишлей мы можем продолжать изучать мишлей притчи царя соломона продолжать изучать этот процесс бесконечный потому что потому что главное же это не изучить главное это запомнить и применить а для того чтобы запомнить и применить то повторение мать учения и каждый раз когда мы повторяем мы проходим получается за месяц все главы по чуть-чуть но это процесс бесконечно можно учить это бесконечно главное пользоваться этим. Но это как бы первый вариант, просто продолжать Мишлей. Второй вариант, это начать книгу, которая называется Сефер Амитсвот Акацар. Сефер Амитсвот Акацар, такая есть книга, написал ее Хафет Схаим, был такой великий мудрец, и он здесь в этой книге описал все повелевающие заповеди, актуальные в наше время, заповеди Исторы, и значит он описал эти все заповеди Исторы, что можно делать, значит можно было бы учить, например, по одной заповеди Исторы, по одной повелевающей, по одной запрещающей, или чтобы точно было лучше, по одной повелевающей, по две запрещающих, Потому что в наше время актуальные остались из 613 заповедей, 77 повелевающих и 177 запрещающих. И это очень важно знать эти заповеди и через эти заповеди соединяться со Всевышним. Это книга Хапецхайма «Книга заповедей». Есть еще одна книга шикарная, которую я всем советую изучить и себе тоже. Называется она «Книга о человеческих достоинствах» или «Пути праведников». Эта книга была написана где-то около тысячи лет назад. Автор неизвестен. Это был один из великих мудрецов, но он скрыл свое имя, потому что он не хотел, чтобы его прославляли. Да, он не хотел, чтобы его прославляли. Вот пишет про него Раф Штейнман, да, он пишет. Само содержание книги, составленной одним из святых людей прошедших поколений, конечно же, не требует никаких рекомендаций. А перевод он пишет, я совершенно не понимаю, она вышла на русском языке. В общем, эта книга о качествах, которые в себе нужно развивать. Например, первое называется «Врата гордости», второе «Врата смирения», третье «Врата стыда», четвертое «Врата наглости», пятое «Врата любви», шестое «Врата ненависти», «Врата милосердия», «Врата жестокости», «Врата радости», «Врата беспокойства», «Врата сожаления», «Врата гнева», еще раз «Врата гнева», «Врата зависти», «Врата расторопности», «Ворота лени», «Ворота щедрости», «Ворота скупости», «Ворота памяти», «Ворота забвения», «Ворота молчания», «Ворота лжи», «Ворота правды». Ворота Лести, Ворота Злословия, Врата Раскаяния, Врата Торы И последнее это Врата Страха перед Всевышним 28 ворот здесь Я думаю, вот мне, честно говоря, хочется получить вот эту книгу про качество Это будет у нас на 28 уроков И мы узнаем точно обо всех качествах человеческих Какими они должны быть, как их развивать Как Тора определяет вообще все эти качества Мне кажется, что это очень интересная и полезная книга будет Давайте сейчас проголосуем Но, значит, есть первый вариант Это книга заповедей Второй вариант Это качество Книга о человеческих достоинствах Третий вариант Третий вариант Это изучать Есть книга, называется Сад Благодарности Он говорит, что Самое главное это быть благодарным Всевышнему Что это ключевое качество И если ты его в себе развил благодарно Всевышнему То будет тогда все великолепно Все отлично Да, вот предлагают Максимовичу Тоже хорошее предложение Береди свою речь До этого Пертея вот По учению отцов До этого было До этого было Путь Бога Вот я тоже ее взял Путь Бога Но это все очень Такие тяжелые Важно же, чтобы урок был динамичный И интересный Чтобы мы могли за 20 минут Что-то цельное такое изучить И дальше начать этим пользоваться Путь Бога Это так не получится учить К тому же есть прекрасные уроки Путь Бога Ашар Кушнир Дерахашем Есть цикловый урок На Талдот То есть, в принципе Я думаю, что Давайте мы сегодня поучим Я думаю, что у нас будут уроки По двум книгам Будет урок по книге По качествам человеческим Да Я ее куплю на иврите Чтобы она была И вот есть перевод на русский То есть удобно там читать Если что вы можете ее купить для себя И, значит, мы будем Давайте сейчас мы почитаем предисловие А потом я сделаю В телеграм-канале ВАИКРА Сделаю голосование Сегодня сделаю голосование Варианты И вы там проголосуете В телеграм-канале ВАИКРА И мы посмотрим по голосованию К какому уроку больше интерес Да Вы знаете, где телеграм-канал ВАИКРА Я дам варианты По которым я готов проводить уроки Чувствую, что я готов И мне самому это важно И там мы тогда на месте решим Что будет вам важно Интересно Посмотрим на запрос аудитории Вы помните, да Телеграм-канал ВАИКРА Сейчас в нем 3905 подписчиков Но обычно каждый пост смотрит Где-то 10% Около 300-400 человек Значит все Ну давайте начнем пока Нет, мы сделаем опрос А потом решим Предисловие Предисловие пока Давайте посмотрим книги Которая называется Книга о человеческих достоинствах Пишет автор Значит Как раз интересно Видите, как Минашамам Я не смотрел Я не обращал внимания Но вот с неба знак такой Начинается книга Это с отрывка последнего То, что мы вчера повторили Каэлит, экклезиаст Окончание Каэлита Он пишет Вот итог всему Бойся Всевышнего Соблюдай его заповеди Ибо в этом вся суть человека Это сказал царь Шламо А он был мудрейший из людей И был он царем над верхними и нижними мирами Мы это знаем уже Мы только что закончили изучение Каэлита, экклезиаста И с этого начинается эта книга Я думаю, что это знак Очень знак такой Все деяния он видел И вещи все испробовал Когда объявил миру Мудро и заключил свои слова Сказав, что это как раз итог всему Страх перед Всевышним То есть это главное Главное то, что Или человека включает Или не выключает Или тот, кто чувствует Вот этот вот трепет перед Всевышним Страх трепет То это выстраивает всю его жизнь А тот, кто живет в мире Как будто бы нет Всевышнего То не важно, что он делает То он рано или поздно ошибается Попадает в неприятности И также образом начал Царь Саамон Мишлей Мы помним Седьмой отрывок первой главы Решит хохма и рад Ашем Так он сказал Решит дат Начало познания Страх перед Всевышним В притчах это седьмой отрывок И закончил он Мишлей тоже словами Тоже мы знаем Что жена боящаяся Всевышнего Прославляема будет И Шаер Аташем И Тит Алад Что женщина, которая боится Бога Она будет прославляема Мы знаем, что жена это И жена, и интеллект То есть мы видим Что он так завернул красиво Что и экклезиаст Это как бы Главный итог Смысл жизни И Мишлей Тритча Как жить в этом мире Начинается и заканчивается Все начинается и заканчивается Страхом, трепетом перед Богом Дальше продолжает автор этой книги Если бы другой какой-то человек Сказал миру о страхе перед Всевышним Никто бы не принял это всерьез Сказали бы Ну ничего у него нет Он свободен от других занятий Вот и толкуют о страхе перед Всевышним Действительно, когда человеку Какому-то, любой человек Когда начинает что-то рассказывать Ему задают вопрос А ты вообще как У тебя всего хватает То есть ты как бы Во всем реализовался уже Если он во всем реализовался Тогда можно сказать Да, он знает действительно Что важно в этом мире Но если этот человек Он не во всем реализовался Тогда ему говорят Слушай, ты просто не знаешь Был бы ты богатым Был бы ты женатым Был бы ты чемпионом мира По бегу, по марафонскому Тогда бы ты по-другому бы думал Но царю Соломону Это нельзя сказать Он был чемпион во всем Во всех сферах он был чемпион Поэтому, когда он сказал О страхе перед Всевышним Продолжает автор Царь Соломон был богаче всех Как мы знаем из Танаха Что он сделал серебро В его время Серебро в Иерусалиме Было равноценно камням Был он мудрее всех И был царем То есть он был Ну вот самый-самый По всем показателям Он был самый достигший всего И подобало ему сказать И тогда он мог сказать Что все суета-сует А коль эвелевелим Омар Каэли Да, то есть все эвелевелим И тогда он говорит А если все эвелевелим Если все это суета И все это пар Тогда что? Тогда самое главное Это Ират Ашем Трепет перед Всевышним И Мушер Абейну Мушер Абейну Учитель наш Аллах Вашалом Мир на нем Который был главой пророков Сказал А теперь Израиль Что требуют от тебя Всевышние? Только Ират Ашем То есть Всевышний Бог требует от человека Единственное И главное И первостепенное Это трепет перед Богом Переводят слово Ират это страх Но Ира Вот Лерот это видеть Лерот это бояться Но Когда говорят бояться кого-то Используют другое слово Пахот например Да это страх Да пахот Теперь Ира Это Это именно трепет Да трепет И который возникает Когда ты это видишь Когда ты видишь Что-то великое Такое вообще Огромное Нескончаемое Ну невероятное Возникает трепет Да Вот это вот Всевышнее И вот мы видим И царь Давид Тоже сказал Начало мудрости Страх перед Всевышним В Тейлиме В 111 В 10 отрывке Сказано Что Начало мудрости Страх перед Всевышним То есть Это он вначале Доказал нам Как бы Что является главной Ну пахот нет Мифахет Написано в Мишле Тоже мы учили Что счастлив человек Мифахет тамит Который пугает себя Все время Вымакше льбо И поль бера Но Это мы знаем Что Надо себя пугать Но сам по себе Пахот Пахот Ицхак Есть книга Правда такая Равгутнер Ну то есть Пахот Это Одна из Одна из Степеней страха Но Для Всевышнего Используется слово Ира Ташем Это трепет Его часто переводят Между Страхом И трепетом Теперь дальше Он пишет Что И вот мы видим Что человек Избран из создания Творца В Нижнем мире Ибо создан По образу И подобию Всевышнего И совершение Других созданий И пребывает В нем Мудрая душа Способная Постичь тайну Верхнего и Нижнего Миров Это позволяет Понять Что у человека Есть суть Цель И смысл Творения И все Что создано В этом мире Все это Для нужд Человека То есть Вторая вещь Он пишет Что есть Бог Творец Есть человек Который является Смыслом Сотворения Мироздания То есть Бог сотворил Мир для человека И все Что Все остальное Что есть В этом мире Для нужд Человека Для того И дано Человеку Истинное Учение Чтобы Наставлять Человека И направлять Его по Пути Истины Ибо Человек Так как Человек Мил Мне вот Эти обороты Эти Сверковно Славянские Ибо Человек Мил Всевышнему Я бы не так Написал Я бы сказал Вот так Так как Человек Приятен Всевышнему И любим Всевышним А праведнику Служат Посланцы Всевышнего То есть Это мы знаем Про Ангелов Которые Служили Аврааму И Якову Значит И как Яков Благословение Когда он Благословлял Сыновей Юсефа Он сказал Так Что Посланец Всевышнего Который Спасает Меня От любой Опасности Он говорит Что Если у меня Посланец Всевышнего Который Всегда Со мной Спасает От любой Опасности Благословить Детей То есть Он Те кто Великие Праведники Которые Соединились Со Всевышним То Они Они Могут Они Могут Управлять Посланцами Вот этим Вот Миром Мы Называем Мир Ангелов Но Вот Очень Те Кто Сейчас Учат Программирование Те Кто Чуть Понимают Как Работает Компьютер Они Понимают Что Есть Задумка Программиста Да Или Создателя Какого-то Приложения И Дальше Эта Задумка Она Превращается В Программный Код И Вот Эти Вот Программный Код Каждый Из Куска Вот Этого Программного Кода Потом Складывается Программа Которая Работает Так Вот Эти Вот Ангелы Это Куски Программного Кода И Как Создатель Программы Он Какое-то Действие На своем Компьютере Нажимая На телефон Он Активирует Какую-то Какой-то Из Кусков Этого Кода Какое-то Задание Которое Передает Задание Дальше Которое Передает Задание И Дальше Оно Доходит До Какого-то Момента Так Вот В Духовном Мире Ангелы Это Те Которых Всевышний Это Программные Кода Которые Всевышний Запрограммировал Но Которые С другой Стороны Человек Может На них Влиять Тоже И Это Понятно Когда Был У тебя Как раз Недавно Был Место Где Сон Якова Знаете Лестница Которая В небо Ему Снился Сон Что Ангелы Поднимаются И Опускаются И Когда Мы Делаем Какое-то Действие Говорим Какое-то Слово То Мы Создаем Ангела Который Поднимаются А Когда С нами Происходят Какие-то События В жизни Мы Получаем Ангела Который Реализовал Ту Программу Которая Есть По Поводу Каждого Из Нас Дальше Он Подтверждает Мысль Что Есть Эти Ангелы И Написано Что Боролся Яков С посланцев Всевышнего И Победил И Даниэль Был Пророк Даниэль Который Говорил Что Всевышний Пророка Даниэля В клетку С львами И Львы Его Не Тронули То есть Он Говорит Как Льва Меня Не Тронули Львы Животные Запрограммированы Съесть Человека Который К ним Попал В клетку Но Кто Создал Программу Тот же Управляет Программой И Вот Это Изменение Программы Льва Это И Называется Посланец Всевышнего Ангел Значит Еще В другом месте Он Приводит Доказательства Что В книге Млахим В Танахе Когда Ассирийский Царь Санхирив Напал На Израиль Там Был Царь Хисиягу И Ассирийское Войско Окружило Иерусалим То Написано Что В ту Ночь Вышел Посланец Всевышнего И Он Уничтожил Ассирийский Стан То есть Ученые Бьются Над Вопросом Кто Эти Вирусы Кто Эти Вирусы Которых Больше Чем Вообще Людей В этом Мир В мире Да То есть Миллиарды Людей А вирусов Больше И Что Это За Вообще Создание Эти Вирусы Которые Цепляются На клетки И Которые Живут За счет Клеток И Которые Размножаются И Которые Вообще То есть Может Они Такие Маленькие Мы Пока Просто Не Умеем Слушать Их Общаются А может Это Вирусы Это И Посланцы Всевышнего Может Это Тоже Программный Код То есть Тоже Вполне Вероятно Что Посланец Всевышнего Который В ту Ночь Уничтожил 180 Тысяч Войска Сирийского Царя Это И Был Какой Вирус Да То есть Пришли Вирусы Откуда Вирусы Пришли Всевышние Итак Мы знаем Продолжает Автор книги Пути Праведников Что Существуют Люди Превосходящие Других И Что Один Человек Может Быть Значительнее Множество Людей Хотя У всех Людей Одна Основа И Обликом Они Подобны Но Душа Одного Поднялась Выше Души Другого Ибо Первый Позволил Мудрости Своей Управлять Своими Страстями А Другой Допустил Желание К власти Над Мудростью И Потому Бредет Все Свои Дни Во Тьме И Как Слепой Ощупывая Дорогу Теперь Автор Нам Говорит Такую вещь Что Люди Отличаются Друг От Другом Не Лицом И Даже Не Силой Они Отличаются Кто Системой Управления Он Говорит Человек Который Управляет Своей Головой Своим Интеллектом Он Может Себя Заставить Каждый День Тренироваться Он В итоге Управление Страстями Он Каждый День Бухает А этот Каждый День Тренируется И Получается Что Тот Каждый День Бухает В итоге Будет Слабее Чем Того Каждый День Тренируется И Называют Того Которым Управляют Желания И Страсти Это Тот Кто Бредет В темноте И Ощупывает Слепую Дорогу А Того Кто Управляется Мудростью Он Говорит Что Он Будет Подниматься Выше Выше И Выше Дальше Пять чувств Содержатся В человеке Чувство Слуха Чувство Зрения Чувство Обоняния Чувство Вкуса Чувство Осязания И Эти Пять Чувств Интересно Что Есть Пять Чувств Как Пять Пальцев На Руте Тоже Как То Все Сходится И Эти Пять Чувств Содержат В себе Все Человеческие Деяния И Нет Деяния Которое Было Было Совершено Без Одной Из Эти Сил Сердце Действует Соответственно С ними И Эти Пять Чувств Доносят До Сердца Любое Дело Любой Поступок Получается Что Мысль Тоже Тянется За Ними И Происходит От Них Понятно То Сердцем Называют Мудрец Торы Сердце Это Все Вообще Вся Внутренняя Сущность Человека Включающая Мысли Эмоции Желания Все Что есть Внутри Это В сердце И Он Пишет Сердце Содержит Множество Чувств И Качеств Внутри Чувства И Качества Это Уже Сформированные Тоже Программы В сердце Но Ничего Не Работает Без Пяти Чувств То Вначале Пять Чувств Приносят Человеку Какую-то Информацию Потом Он Эту Информацию Внутри Секундочку Когда Он Обрабатывает Эту Информацию В сердце Так 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 Возникает Включается Качество Какие Есть Качество Он Говорит Гордость Смирение Память И Беспамятство Страдание И радость Стыд Дерзость И Много Подобных И Все Эти Чувства И Качества Усиливаются Упомянутыми Выше Пяти Силами Ибо Слепо Не Может Гордиться Так Внутри Все Эти Программы Они Каким-то Образом Связаны И Завязаны На Эти Пять Чувств Прям Я Читаю Вспоминаю Когда-то Учился НЛП НЛП Практика НЛП Мастер И Они Тоже Ученые Психологи Уже Сейчас Там Прошло После Этой Книги Тысяча Лет Они Как раз На этом Базируют Всю Свою Систему Неролингвистическое Программирование Что Человек Воспринимает Пяти Органами Чувств Окружающий Мир Потом Этот Сигнал Заходит К нему Только Они Называют Это В мозг И Хотя Они Тоже Говорят Что Интеллект И тело Это Две Части Одной И той Системы Они Объединяют Мышление С телом И Значит И Дальше Внутри Все происходит Дальше Внутри Очень Интересно Как Оно Да Поэтому Любой Человек Обладающий Сердцем Постарается Всеми Своими Силами Достичь Наивозможного Предела И добиться Наивысшего Уровня Он Станет Использовать Свои Пять Сил И Множество Чувств И качеств Медот Это называется На Великий Медот Лишь ради Достижения Того Что известно Как Хесет Оказание Добра Людям И Добрые Дела Хесет И Добрые Дела В этом Цель И Предел Добра В этом Мире Вообще То Для Чего Человек Живет Человек Достигает Доброго Качества Желаю Подняться На Более Высокую Ступень Чтобы Достичь Предела Добра Этим Он Достигнет Мировоздаяния То Есть Будущего Мира То Схема Очень Простая Значит Есть Качество Внутри Которые У Человек Запрограммированы Он Получает Внешние Сигналы Если Он Развивает Качества Хорошие Добрые Они Ведут Его В Сторон Добра И В итоге Высшая Точка Добра Это Вечное Добро Грядущий Мир В котором Будут Все Хорошие Добрые Люди И Этим Он Достигнет Мировоздаяния То Будущего Мира И Царь Давид Вожелал Добра Будущего Мира Сказав Как Велико Благо Твое Которое Хранишь Ты Для Боящихся Тебя То есть В Псалмах 31 Псалом Он так Сказал Значит И Этого Уровня Вечного Этого Добра Достигает Лишь Достойный Как сказано Кто Будет Жить В шатре Твоем Кто Будет Обитать На Горе Святости Твоей Ходящий Путями Честными И Поступающий Справедливо Значит Понятно Да Вот Мы Уже 20 минут Установочку То есть Как бы Эта книга Понятно Теперь О чем Она Говорит Эта книга Нам Говорит О том Называется На Путь Праведных Как Развивать В себе Качества Как Управлять Этими Качествами То есть Эта книга Можно Назвать Психология Торы Как Управлять Собой Для Того Чтобы Для Того Чтобы Правильно Выстроив Свой Внутренний Мир Заехать На Внутреннем Мир В мир Вечный Мир Вечного Добра Это Было Предисловие Теперь Буквально Коротко Давайте Посмотрим Зачем Написал Хафетскаем Эту Книгу Он нам Сейчас Скажет Значит Хафетскаем Написал Книгу Краткая Книга Заповеди Чтобы Мы Знали Это Когда Предисловие Читал Значит Чтобы Мы Знали Он Пишет Какие Действия Являются Наиболее Важными Что Очень Важно Знать Знать Действительно Тору То есть Большинство Людей Которые Хотят Даже Служить Всевышнему Жить По Торе Они Не Знают Что Такое Где Заповедь Где Запрет То есть Они Могут С Хорошими Намерениями Они Могут Делать Неправильные Вещи И Вот Эта Книга Она Рассказывает Прям Четко Конкретно Где Заповеди Торы Где Бог Сказал Делать Где Бог Сказал Не Делать Тоже Очень Важная Книга И Тоже Хотелось Бы Конечно Ее Поучить И Вот Эта Книга Она Поднимает Нам Настроение Сад Благодарности Значит Написал Ее Автор Рав Шалом Аруш Он Написал Так В Предисловии Да Он Написал Так Нам Да Будет Прославлен Творец И Расхвален Создатель И Возблагодарим Тебя Господь Бог Наш За всякое Благодарение Которое Мы Воздаем Он Говорит Так Что Благодарение Всевышнему Это Единственное Что вообще Имеет Важность Смысл Единственное Что останется В грядущем Мире Там же Уже Не будет Злого Начала Не будет Зла Останется Только одно Служение Там Благодарность Всевышнему Это И есть Высшее Добро Когда Ты Благодарен Тебе Хорошо Когда Тебе Хорошо Это Есть Добро Он Говорит Зачем Все Вот Эти Длинные Пути Давайте Пойдем Короткая Дорога Сразу В Благодарность Сразу В Радость В Счастье В Удовольствие Значит Служение В Благодарности Говорит Он Откроет Врата Избавления Самым Быстрым И Милосердным Способом Как Общее Избавление Народа Израиля И Всего Мира Так И Частное Спасение Каждому По Мере Его Необходимости Даже В Этом Мире Благодарность Это Ключ Открывающий Все Двери Там Где Закрыто Во Все Что Не Получается У Человека Не Выходит Боже Упаси Бывают Ситуации Всюду Может Помочь Благодарность Отверждает Автор Эта Книги Равшалам Аруш Как Говорится В Святой Книге Зоар В Кабале Благодарение Это Молитва Которая Принимается Всегда И Никакой Обвинитель Не Может Преградить Ей Дорогу В том И Состоит Цель Моей Книги Научить Народ Израиля Этому Чудесному Умению Жить В Благодарности Благодарность Приведет Человека На Подобающий Ему Уровень И Откроет Ему Все Врата Врата Радости Врата Заработка Врата Супружества Врата Полного Селения Врата Торы И Молитвы Все эти блага Невозможно Даже Исчислить Говорит Нам Рав Шаламаруш И Значит Сделаем Голосование Но он Мне кажется Вот сейчас В данный момент Я Я-то сам Ее учу Стараюсь Каждый день Почти читать Но Именно По предисловию Кто лучше Анонсировал Пользу От своей книги Рав Шаламаруш Конечно Дал нам Анонс Он говорит Это самый Короткий Путь К быстрому Решению Всех Проблем Сложностей Достижения Всех Целей Все Значит Я сейчас Сделаю Голосование Заходите В телеграм Канал Вайкра И Сделаем Голосование Чтобы Всевышний Нам дал Радость Счастье Достаток Здоровья Прям читаю Думаю Ну надо Учиться От благодарности Он нам Обещал Все Это Автор Все Значит Встречаемся На голосование В телеграм Канале И С Божьей Помощью Завтра В 10 утра Встречаемся На уроке Все До завтра Всего Всего Хорошего Мадим Лисимхан Это Времена Для Радости